Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда, пришла пора открыть сундучки. И помимо сундучков, сегодня будет сделано очень хорошее действие, которое напрямую повлияет на повышение ДПСа, ДКшечки. Поехали. Может быть еще из сундука что-нибудь интересное упадет полезное, самое главное. Честно, хочется. Хочется, в итоге это всего лишь колечко. Статы прикольные, тут ничего не скажешь. Иверса Хаста-то довольно-таки кайфово, но карапт их обязаны. Скорее всего, нужно просто очищать это колечко, сокетить и, может быть, только тогда накидывать какой-то карапт, который будет эффективен. Стоит задуматься об этом, но, само собой, я дизать его не буду. Хоть и имеются уже 475-е колечки, но все же это по статам чуточку лучше, например, для Блада. Так, ПВП-сундучок. Хм, и тут колечко. Не, ну, прикольно, прикольно, чтобы что-то сказать. Это колечко точно на диз отправится. Теперь чуточку действия интересное. Касательно эхо неолоты. Значится 21000. Это замечательно. Начиная с сегодняшнего дня и, получается, до субботы, до 19-го числа, будет продаваться карапт, который дает 12% скорости ко всем источникам. В общем, я уже заранее немножко посидел, подумал насчет всего этого. И суть в том, что у меня есть три вещицы, которые в текущий момент не имеют какой-либо карапт. Ух ты, как много тут ордынцев. Все, наверное, за порчик полетели. То есть, сервер настолько даже одичал, ну, в плане своей прогрузки, то, что... Не быстро прогрузил информацию о том, что эти игроки ко мне нейтралитетны. То есть, ордынцев он как врагов для меня соотнес. Не, ну, классно, чего, среда, день веселый. Значит, без карапта у меня получается первое колечко, второе колечко и пушка. Что я делаю? Эти три шмотки я чарю на 12% скорости абсолютно от всех источников. И при этом меняю запястье. Конечно, если бы не упало 475-е колечко, то я бы просто сразу бы накинул карапты, сразу бы заменил запястье и все было бы идеально. Но то, что в текущий момент упало это колечко, то стоит немножко задуматься. Стоит задуматься о том, насколько оно будет лучше, если его просокетить по отношению к вот этому колечку или к вот этому колечку. Стоит подумать, посимиться и посмотреть приоритеты стат. Потому что там числа некоторые очень есть интересные. Можно идти дальше, можно идти на воина. Да, хочу на воине что-нибудь открыть. Если это будет вновь колечко, это будет смешно, это точно. Потому что, насколько я правильно помню, в прошлое, когда мне тоже падали колечки. Притом вполне так успешно. Значит так, система игровая. Слушай меня внимательно. Мне нужен щиток или мне нужны запястья? То есть, одно из двух. Поехали. Я не понимаю вообще, на том кд мне падают колечки, на этом кд мне падают колечки. У меня такое ощущение, как будто неделя вообще не прошла. Что это вообще за кольцо? Зачем оно мне нужно? Да, это прок хосты, это приятно, это круто, это классно. Но статы сами по себе полезны или для воина? Я не знаю, я единственное, что делаю на воине, это крою пятнашечку. С 10 по 17 число, конечно, был закрыт 18-й ключик. Но это просто счастливая случайность. И человечек со стрелем предложил, мол, типа, пойдем закроем. Я говорю, давай, может, немножко опустим, если хочешь. Говорит, нет, можно и 18-ку. Ну и хорошо, в принципе, воин себя чувствует на 18-м ключике. Но то, что падает колечко, такое себе. Но Толдогор 17-й, это, конечно, не тот данж, который мне хотелось бы посетить. Окей, Монах, последний персонаж. На Монаха сейчас падает двуручка, колечко или тринкет. То есть такие вот нижние правые слоты. Ага, но в итоге это всего лишь ноги с Т2 звездами. Полезно ли это? Вопрос хороший. Окей, окей, пускай лежат до лучших времен. Модификаторы текущей недели Тиранический, Разъярённый и Взрывоопасный. То есть мопцы на ОХП будут повышенный дэмэдж иметь. Это пуржат с друидом, как вариант. Вот, Взрывоопасный это сферки. Века урона сферку есть на YouTube-канале. То есть можете скачать её и радоваться жизни. Тиранические боссы повышены по ХП и атаке. Также сделаю небольшой анонсик. Собственно, все прекрасно знают о том, что я вожу рейды в бзду. Ну окей, кто не чекает Twitch, кто не чекает ссылочки в описании под видосиками, тому хоть даже расскажи о том, что идут рейды в бзду. Он, как говорится, всё равно не поверит. Ну окей, я думаю, сейчас вы уже поверите. Три месяца вводятся эти рейдики в бзду. Три месяца ведётся довольно-таки интересная таблица. То есть я прописываю то, сколько раз вы пришли в этот рейд со мной, сколько раз вы побывали, имеется у вас маунт или нет. Вообще всю-всю-всю информацию я вас пишу, которая только возможна. И тут информация, в принципе, абсолютно по всем походам. То есть вот если открыть лист 2, он является, ну такой, краткой информацией, таким, можно сказать, обзорным листом, то тут можно глянуть, кто когда лутал маунта, кто является дезертиром. То есть дезертиры это люди, которые с какого-то определённого числа не посещают рейды, но при этом они полутали маунта. Окей, некоторые люди сказали мне о том, что у них что-то случилось. Некоторые люди закинули меня в чёрный список и думают, им это сойдёт с рук просто так. Довольно-таки интересные люди, забавные. Что сейчас получается? Ну получается то, что в сообществе там 150 человек, и в целом всё хорошо, в целом всё классно. Довольно-таки приятное число. Но сегодня имеется новость о том, что можно скипать весь рейд и идти сразу на Джайну. В общем, это довольно-таки интересно, это довольно-таки круто. Побольше анонсов касательно этого я дам в отдельном видосике сегодня. В общем, увидите всё абсолютно анонсики. Как и на Ютубе есть, так и в ВК-группе есть, ну и в Дискорде также. Будет подробная информация. Ну скажу сразу то, что число доступное увеличится. Это будет довольно-таки интересно для людей, которые всё-таки хотели получить маунта. Не буду много об этом рассказывать. В общем, ждите отдельный видосик. Всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok